так друзья начинается запись она будет плохой по той причине что я один и некому ходить со мной в качестве оператора один из вас кто-то в СССР сказал наномитый оператор фильмы то эти три с половиной тысячи фильмов у них все бесплатные не забыл человек сказать сейчас пришлю миллион рублей вот это еще с ними жали за полсотни качественных фильмов с настоящим специальным оператором вот забыл он добавить что пришлю миллион рублей ну или сто тысяч поэтому не удивляйтесь что сейчас будет трястись рука но хоть какую-то пользу постараемся извлечь итак перед вами электрод очищенный от оболочки примерно троечка вот для меня любой годится потому что биополе у меня не слабое для вас бы лучше бы двоечку чуть потоньше он работает более качественно в руках у новичков вот и так выглядит оболочка еще от шарика ручки в ней она вращается легко свободно и сколько ни дави пальцами значит чувствительность не влияет сейчас мы пройдем по саду применительно к реальному саду сейчас я вам кое-что покажу итак перекладываю правую руку вот она у лучше работает чем левый электрод который в данном случае является уже не электродом а биолокационной рамкой в этой руке вы будете его немного видеть правой руке и на шее висит у меня фотоаппарат встроенной видеокамеры поехали смотрите буду идти и комментировать давайте начнем отсюда дело в том что я уже знаю заранее что впереди геопатогенная зона если вы заметите в этой зоне нет деревьев здесь была грядка она погибла больше сюда еще не садил внимание так как сделать чтобы придется на вытянутую руку вы как неудобно одному вот она завертелась как же быть то как же быть то неужели сорву съемку до следующего раза так чтобы и видно было смотрите она вот я стою да обратите внимание но она уже пытается на меня поглядеть видите нет где-то там делась вот она уже вот так вот и пока сейчас я двинусь она начнет крутиться сомнимание ладно прошли мы это место крутится как бы вовнутрь дальше она будет вести себя более-менее спокойно до поры до времени смотрите вот это нормально безопасное место для людей для машины если здесь была дорога для дома для кровати именно здесь я меряю людей и тренирую их почему потому что это чистое место я могу определить какое биополе у человека сейчас мы подходим к одному из самых проблемных мест вот если вы видите что я здесь ну пока рамка вот таком виде ладно я опущу руку видите все чисто вот пока пущу руку вот здесь я уничтожу абрикос здесь я уничтожил мощный абрикос видите живой абсолютно никаких этих не было вот вот здесь пожалуйста я уничтожил абрикос почему он имеет такую рану это отдельный разговор вот я на вебинарах рассказывал все расскажу и наконец проблемное место вот оно вот здесь не проблемное место вот это вот здесь у меня самая мощная деревья растут видите если здесь не растут посадил молодежь я был вынужден выпили стариков видите посадить молодежь просто у меня не хватает места вот это ветераны летом мне кажется два раза выше когда облиственные а проблемное место здесь сейчас пойдем тут еще более-менее внимание вы увидите сейчас небольшие как бы их назвать то вы сейчас увидите небольшие смотрите внимательно закрутилось вот здесь очень сильно крутится очень сильно поворачиваемся и так здесь ничего не растет вот здесь росло дерево вот пенечек не выжило вот черешни растут но еще раз говорю ну давайте вот еще на наш еще одна так как ее назвать то еще одна поляна внимание видно нет что она у меня крутится а видно вот еще одно место дальше у меня растет деревья очень плохо я считаю вот они перед нами вот внимание пошли вот здесь очень сильно крутится все вот это молодежь которая 10-15 лет расти не желает это молоднячок они обычно знаете как растут внимание они обычно растут на краю биополя вот биополе еще раз мы вернулись видите ошибки нет смотрите внимательно все закрутилось а вот эти вот растут по краям здесь была яблони шикарная она погибла это дичок ему его труднее убить вот это молодняк давайте еще тут пройдем а вот будет видно сейчас убедитесь что это потом я сяду спокойно объясню что к чему все пошла 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 закрутилось завертелось все вот это есть молодняк самое страшное биополе вот там ну а я про него уже рассказывал не хочу повторяться наоборот прекрасные места вот тополь высотой 6 этажей он молодой ему 25 лет еще один тополь был спилен и один рухнул наполовину вот это прекрасное место для любых деревьев хоть диких хоть культурных в природе нет разницы между дикими культурными вот но одно еще давайте тут посмотрим ну-ка что здесь получается опять пошли почему здесь пусто почему это место использую просто как промплощадку здесь идет уничтожение деревьев до конца вот они эти деревья перчатки нашлись мои а я мерзну вчера еще снег лежал сегодня пока плюс 10 не с утра вот сейчас к обеду вот и теперь вы видите то что мы напилили причем вот обратите внимание абсолютно живые деревья даже от просто последнего года вот ничего мертвого все это уничтожалось по принципу мои вынуждены освобождать место вот освободили место вот освободили место вынуждены освободить место под новая сорта и вообще для молодежи а то что произошло кстати здесь ветка отвалилась вот видите вот уже как бы это сказать то выгнило так хорошо вот она это не молодое дерево пойдем дальше но таких вот неудач у меня мало ну например вот рядом абрикос амур посмотрите на этого красавца он весь избит морозом весь но дело в том что я всегда сужу как правильно я сужу по кончикам прирост и есть есть значит здоров идем дальше вот здесь у меня ну сами мерить геопатогенную зону бесполезно если тут такое дерево выросло какая черта геопатогенная зона вот пойдем дальше вот сюда посмотрим какого красавца пришлось пилить целую поляна получилось сейчас я когда закончу съемку вот сейчас буду бирки вешать смотрите вот видите это два дерева вот это венгерки ухты просто какие как я проглядел так это еще на продажу пойдет какая венгерка садил сергей просто венгерка вот это значит что это супер сорт только какой из них то ли судя по приростам богатырская сожалению десятки деревьев будут уничтожены потому что они все переросли свое именно переросли вот что делать с таким деревом это еще один из супер сортов это переделанный мной мичуринский вот сейчас посмотрим не путали мичуринский вот с него веточки взяты вот видите еще вот это можно взять покороче такие вот когда продаю я вместо 1 2 кладу чтоб не было обид видите вот а вот там красавец в общем самая главная идея то что сергей его уничтожит его не купили он перерос свое выпрямить его когда он был годом два моложе выпрямить его не составляла труда и продать но по брюс говори и теперь он будет уничтожен молодежь это будет продано а он будет уничтожен вот примерно вот так выглядит картина вот эти вот саженцы это мой мажорские орехи вот мы их посадили после моей сертификации обратите внимание на всхожесть примерно из 20 19 да согласны если приглядеться и получается что один из ценнейших видов мажорский орех вот цене его не не может быть потому что он это это целый список болезни причем лечиться можно самому в виде настоек в виде самой мякоти орехов и вот и так далее и так далее но моему сожалению ну-ка что-то такое иванов хах продано его новых если вы я вас приучал к этому делу помните именно о академиках вот такая расчетками на уходе запоминайте еще собрался срезать на продажу еще все таки еще впереди апрель вот это у меня фаина показывал не раз кстати вот сейчас тема-то у нас другая сейчас подойду вот гиблое место на котором я тренирую учеников вот здесь вот была прямо здесь вот возле сход где моя нога вот дважды садил деревья гибли вот здесь я савини сегодня сам обучал еще несколько человек внимание пошли отойдем еще дальше внимание вот видите вы не завидно нет одна хуже нет когда один снимаешь здесь гиблое место попадаются они повсеместно эти гибло места и мы только часто узнаем тогда когда вот когда мне вы были две венгерки вот одна крупнее другой в три раза это не случайно все было одинаково по двое одинаково приводи на кого руки одинаково давайте еще походим побродим видите сливы вот они будут привиты на и будут привиты сливы и персики вот они посажены это подвойный материал это лучший питомник в россии по качеству плодов и еще по качеству саженца вон они видите зелененькие зеленеют это груши еще показать что нибудь это все будет приваться впервые 1 апреля почему так рада во первых везда оказалась ранее сегодня 27 апреля сегодня у нас очередной вебинар посмотрите видите снова груши вот они сегодня у нас очередной вебинар этот вебинар как раз тема будет ближе к весне которая сами понимаете согласно сезона вот это мои лучшие груши память яхлева слаще найти невозможно знаете что случилось с ними вот они давали вот такие приросты вот такие вот такие и вот такие смотрите и они должны были все верхняя часть где-то каждая из них примерно по метру а даже и по полутора мощь соперостных я их должен был уже отрезать продать они годом раньше взяли и заложили тысячи тысячи цветочек почек почему была страшная засуха невиданная невероятная урожайчик был 20-30 груш но для молодого дерева оно все равно за год подросло сколько могло а веток не дало ни одной вот я на других деревьях с трудом нашел ветки на прививку и на продажу вам самые длинные здесь оказались вот такие вот я их не отрезаю вы скажете халтура нет и такие можно и по два ложить посылку вместо одной я стараюсь избежать упреков такая у меня судьба быть первым во всем то же самое ну чем это вставляете ну ка посмотрю скорее всего это зимний нет это воронежская когда тут взялась серегина работы видели это все почки на верхушек опять не дала ни одной веточки вот хожу жалуюсь вам в таком мире мы живем смотрите видели то же самое кстати у меня в руках шевелится я так держу ну-ка 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 у меня в руках как жилось это я не на внимание ну-ка 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 давай посмотрим что то тут завертелось здесь я сроду не мерил биополе вообще не мерил да вот шатается одно не крутится это значит место ну такое посредственно а так что там говорить полюбуйтесь а чё я гадаю смотрите разве вот это можно назвать качественный а эти не привиты привыкли когда они свой рост хотя бы ну хотя бы вот такие вот стать это сувенир востока супер сорт так обследуем по новой теперь всерьез настроился самое главное когда работаешь с рамками не подсказывать и а то мне кажется что вдруг здесь биополе вот они плохо растут она здорово начнет вертеться нет ребята не так все не так кстати она даже ветра нет как чувствует а ну-ка пошли все завертелось вот почему они так плохо растут но мы заранее не определяем это сто процентов понятно что продавать такую пересаженная она может заработать то есть на счет нормально развиваться но на этом месте она тебя каждый год будет давать просто по 10 сантиметров не за выделено вы на камере не выдели теперь возвращаемся и разговариваем и так еще немножко по теме я редко к этому возвращаюсь а надо бы чаще я знаю людей которые могут которых особенно 1 это поселок сиза я там две мерил 2 участка в одном мне пожаловались ничего не растет знаете это редчайший случай когда вот так стоишь да смотрите вот я стою вот она даже немножко шевелится даже здесь что то есть а там представляете первые последний раз жизни два места таких места было взять как было и она должна двигаться когда я двигаюсь и реагировать а я стою на месте не шевелись смотрите что было но это искусственно и вот так вот мне стало страшно вот в этом месте перекорежит все чека перекорежит детей перекорежит я считаю что многие детские болезни особенно те самые страшные которые нам показывают по телевизору и говорят скинемся по миллиону до миллиона или там до 10 миллионов купим что-то какие-нибудь импортные лекарства знаете страшно становится но дело в том что многие не знают что эти дети спят гепатогенных зонах начинать надо с этого наука считает что это все тухта что гепатогенная зона это выдумки вот это параллельно с нами белокатыши которые точно знают что они есть и могут даже спасти людей переселив приставить кровати хотя бы хотя бы кровать и и вот я знаю такого сизой второй случай вот не так хотелось он белокатышек он себе считать белокатышка и он посадил сад и там где у него рамки крутились он назвал это место силы и посадил деревья я не стал к этим деревьям подходить вот почему хороший человек уже глядя на эти деревья которые за три года выросли ну выросли ну вот примерно скажем вот так да вот такие они были вот такие они были за три года то есть это не рост это это допустим это двухлетка да вот сейчас скажу вот вот такие они за три года были вот такие вот вот такие вот вот такие вот и он считает что он посадил правильно это назвал место силы на самом деле у меня было желание огромное я даже пообещал ему что я приду с рамками все перемирю вот и не решился вот живет этими иллюзиями что он в это допустим он правильно измерил допустим допустим рамки вращались допустим вот там нельзя ничего делать там где рамки вращаются там без силовые поля корежат организм а у него это место силы ах вращается вот какая сила это опасно это смертельная сила вот ну и чтобы добавить к этому разговору следующее кстати вот еще питомник кусочек видели от эти деревья взрослые они остаются луч из лучших навсегда вот сожалению вот здесь были уничтожены взрослые деревья были уничтожены молодые деревья смотрите видите почему вместо у нас нет вы сажаем элиту или ту которая не снилось научных садах вот что-то удается отстоять я уже так и так вот видите вот они жигулевские вот они используют как платочки деревья вот они остаются навсегда вот это остается навсегда вот это остается навсегда почему вот стареют деревья калечим много вот видите уничтожены я вам таких не могу показать десятки только потому что надо каждый раз освобождать от взрослых деревьев чтобы хватало места саженцам которые должны прокормить не одну семью вот еще что скажу есть один из мифов который называется который называется немногократная пересадка улучшает деревья в одних случаях просто хорошо якобы растут в других случаях они еще и здоровее и мощнее посадили годик поросло пересадили еще пересадили особенности первый год все плохо страшнейшая ошибка страшнейшее заблуждение человек посадил геопатогенную зону и знать об этом не знает а потом значит прыгнул пересадил в другое место о пошел и вот с тех пор появился заблуждение ну что хватит на сегодня вот это еще покажу обрезка на омоложение глядите вот такая делалась она примерно секунд нет не 20 раз два три 4 секунд 6 7 но потом осталось только убрать вон они то что я показывал еще не успели жить вот это есть обрезка на омоложение и вот обрезка на омоложение еще 10 секунд это для человека с бензопилой вот все эти выдумки дикие страшные берется вот такое дерево вот нанимаются не знаю заключает ли договор или просто бьют по рукам кстати видите сколько потери это потери не для меня у меня еще больше 100 банок трех литровых с косточками вот это место успеет заработать сюда вот завезены по тележке по 2 на посадочное место хорошей земли и посажены саженцы смотрите откуда вот это все взялось дятлы долбят чуть не называю их знаете как долба этими вот они видите я отношусь к этому не с юмором как тому что ну пришло время пришло время опять дала в этом году в прошлом году мало где-то ветер 25 тут уже есть несколько сухих веток обычно 30-40 культурная нарядные фильмы один из мировых лидеров да вот что есть то есть почему здесь не остановились караул кто раскусил манжурские орехи ой ё-моё надо будет фотографии кто раскусил манжурские орехи которые я очень не успел собрать все я забыл про нарядный фильм а как чисто а как вы или у меня сегодня на вебинаре 27 сегодня я покажу пень специальный своим к и куда вставляется орех точком и разбивается молотком довольно чисто получается в нем довольно прилично мякоти давайте смотреть давайте смотреть видите вот и получается мякоти прилично хоть он и не не грецкий а его а его дикий предок он примерно в 20 раз полезнее с точки зрения здоровья нет и посмотри кто-то здесь их собрал причем под груши и где-то под снегом все это было создано вот тебе но в первый раз такое вижу я вроде чисто собирал я увеличился на воду на русских принципе он достает да вот эти три дерева манжурский орех и две груши создают треугольник у них летом смыкаются кроны прям смысле и никакого вреда от манжурского ореха грушам нет наоборот урожая именно рекордность ну что друзья давайте заканчивать разговор что я говорю про груши вот а уже сто раз говорил сало как сало чё эти груши пробовать подумаешь медаль золотая где-то в париже или где-то в гуссельдорфе факт то что мировой лидер обрезка по железу никаких никаких обретих рано кольцо когда-то я добьюсь что вначале россия первое потому что я россиянин я первый сказал это это главное одна из главнейших ошибок смерти лишь обрезки на кольцо вот как надо отрезать вот так вот и переучу россия потом весь мир весь мир он южнее теплее там так не скажется но когда обрезка на кольцо эту идиотскую подлую обрезку перенесли в россию на север и не поняли даже что натворили вот это страшно что еще показать наверное хватит сегодня так вечером три часа мне надо будет лекцию читать сейчас закончу часть обрезки сегодняшней с каким горем я вот это выпилив а вот это абрикос видеть это молодой абрикос 15 посадил на том участке 16 перенес сюда вот этому сюда в шанс этот парочка у них были листья необычная удлиненная они меня заинтересовали